Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами проводим традиционный вечерний брифинг по работе оперативного штаба Республики Саха и Акутия, основными задачами которых является оперативный штаб, оперативный штабов, это координация допущения завоза и распространения на территории новой коронавирусной инфекции и, соответственно, координация деятельности районных штабов в данном направлении. Уважаемые коллеги, у нас по состоянию на 25 июня 2020 года в зарегистрированном 3963 подтвержденных случаях за сутки новой коронавирусной инфекции, за сутки в Республике выявлено 72 новых случаев с COVID-19, в том числе город Якубск 60, Амгинский район 1, Верхоянский 1, Лемский 1, Мегино-Кангалаский 3, Невенгеринский 4 и Татинский 2. Но я традиционно становлюсь на той ситуации, которая у нас складывается с точки зрения раскладки по УЛУСам по распространению вируса. Если еще даже где-то, наверное, полтора месяца назад или даже, можно говорить, месяц назад, можно было говорить о том, что все-таки такого большого распространения вируса в районы нет, то сегодня нужно сказать, что он постепенно переходит, в том числе и в районы нашей республики. Но это связано с нормальными элементами, в общем-то, летней миграции населения, и, соответственно, соответствующими, и поэтому и адекватные действия были со стороны республики для того, чтобы разрешать эту ситуацию и смягчать миграцию как таковую внутреннюю летнюю. На что хочу я обратить внимание? Я бы хотела обратить внимание, что вот у нас определенно очень хочется этого желать. Вы знаете, что у нас, например, под большим вопросом всегда находился Анамский УЛУС, но вот сегодня они первые две и не дали ни одного подтвержденного случая. И для нас это было какое-то такое вот определенного рода, такое спокойствие. Нет ни одного подтвержденного случая сегодня в Сундарском, Ирвенском, Хангаласском и Альмиконском УЛУСах, и Билийском УЛУСе. Я прошу прощения, я, наверное, называла Вилюйский УЛУС, как еще и почему, потому что сегодня для Вилюйского УЛУСа характерно несколько групп очагов, которые достаточно успешно, в общем-то, наши вилючане непосредственно, значит, локализуют и успели его локализовать перед достаточно большими событиями, которые начались у нас в республике. Значит, ну, в любом случае, само по себе тестирование как носило, так и будет носить превентивный характер. На что еще я хочу обратить внимание из-за районов. К сожалению, у нас постепенно начали появляться определенного рода уже и подтвержденные случаи, и предположительные случаи проникновения вируса в наши северные районы. И под, так сказать, таким вот определенным воздействием вируса, под вопросом, оказались северные районы, такие как Верхоянский, Оленевский и Момский. Ну, уже Нюконский для нас район, в принципе, является районом промышленного освоения. Хоть и находится на севере, мы понимаем, что там в основном это был ковид, завозной связанный с рабочей силой, то Оленевский и Момский районы, они, значит, непосредственно вот такой ковид у нас, который там возник, он опять же возник уже благодаря людям, которые приехали из города Якутска, ну и, соответственно, все меры, которые должны там приниматься. Хочу обратить особо на Верхоянский УЛУС, на возникшие там определенного рода проблемы с ковидом, так как оно вызывало очень много вопросов, в том числе и в личку, мне приходили вопросы, что же произошло в Верхоянском УЛУСе. В Верхоянском УЛУСе имеет место быть завозной случай, а, к сожалению, значит, непосредственно зараженным оказался один из сотрудников учреждения здравоохранения, поэтому и часть, значит, отделения больницы была перекрыта. Ну и непосредственно, значит, больница уже будет оказывать услуги не так, как она оказывала ранее, а уже, соответственно, значит, с определенного рода ограничениями. Но нужно обратить внимание, что пока не можем остановить движение по Нерингринскому району, но я думаю, что вот так же, как и по каждому из районов, там свои действия соответствующие осуществляются. На что еще бы я хотела обратить внимание? На то, что мы также продолжаем лечить как инфекционных стационарах, так и амбулаторно. Очень много поступает звонков, связанных с тем, что амбулаторное лечение может быть чем-то хуже, чем, значит, лечение в инфекционных стационарах. Но я бы хотела сказать, что амбулаторное лечение, как и любое лечение, зависит от дисциплинированности больного. И нужно просто-напросто четко выполнять те предписания, которые дает врач, перед тем, как лицу предписано, значит, соответственно, находиться на амбулаторном лечении и ограничивать свои движения. Как правило, на амбулаторном лечении мы оставляем, значит, в домашних условиях, либо в каких-либо иных, у нас есть определенного рода и амбулаторные стационары на территории республики, именно тех, у кого такое вот бессимптомное, возможно, где-то даже семейное подтверждение, такое течение заболеваний уже вот в одной определенной группе, которая может самоизолироваться. На что хочу обратить ваше внимание, на то, что у нас, особенно по городу Якутску, остаются серьезными вопросы, которые связаны с корпоративными небольшими очагами. Люди уже начинают все чаще и чаще говорить, что у кого-то сосед по, значит, там, по квартире, у кого-то сосед непосредственно по рабочему месту, да, значит, оказался в группе риска, оказался инфицированный или зараженный. Ну, общее внимание лишь только к тому, чтобы непосредственно соблюдать все правила, значит, самоизолироваться, ну и опять же маски, значит, соответственно, значит, мытье рук и все, что связано с санитарной обработкой, в том числе поверхностей. На что сегодня я бы хотела обратить внимание? Ну, у нас есть два события, которые у нас сегодня у нас началось, прежде всего, значит, голосование по поправкам в Конституцию. Нужно сказать, что с санитарно-китинологической точки зрения наши участковые избирательные комиссии готовы. Мы, соответственно, если уже кто-то был на участках для голосования, то обратили внимание на то, что, значит, члены МИК, значит, и, соответственно, места для голосования обработаны соответствующим образом. И нами сделано все для того, чтобы подобного рода голосование, оно, значит, прошло в безопасности с точки зрения санитарной и тинологической ситуации. Мы готовим, значит, соответственно, ИГЭ, в ближайшее время у нас пройдет пробная ИГЭ. Много вопросов возникало и у вас в том числе по вопросу медицинских справок, на которые я бы еще раз хотела обратить ваше внимание. Сегодня все медицинские справки, которые непосредственно на территории республики действовали, они все продляются для работников до шести месяцев. Никакой новой формы в справке, которую можно было бы увидеть, например, сегодня о том, что там человек там не ковидный, да, или там человек не находился в зоне, ее просто-напросто еще пока по форме нет. Если бы она какая-то вот такая была, мы бы уже давно ее, значит, определили. Следующая справка, которую все ждем, это справка, непосредственно которую мы начнем делать нашего выпускника. Я хочу обратить внимание, что сейчас мы делаем, значит, непосредственно так, как ресурсы наших все-таки медицинских учреждений, особенно на территории города Якутска, они у нас определены, четкая маршрутизация прописана. Буквально через некоторое время, как только детки сдадут экзамены, мы организуем все для того, чтобы в наших поликлиниках могли в том числе и номер 86-ю справку брать. Ну, нужно сказать, что с 20-х чисел, как мы и говорили, возобновился призыв, приняты все меры для того, чтобы более не допускать возникшие ситуации. И, соответственно, значит, хочу обратить внимание на то, что первая группа нашего призывников, значит, сегодня ночью отбыла в город Хабаровск, месту своей службы. Ну и, соответственно, вот сегодня опять готовим новый призыв, и, значит, дальше продолжаем призыв и выполнение одной из такой достаточно серьезных задач, государственных такой, как, в общем-то, формирование, ну и исполнение конституционной обязанности, связанной со службой рыбарки. На что еще хочу обратить ваше внимание? На то, что, значит, достаточно много иногда возникает вопрос, связанный с тем, что в той или иной организации, еще раз к этому возвращаюсь, а, значит, имеет, значит, больной имеет место будет, да, еще раз обращаю ваше внимание, это возможно, потому что, как вы видите, у нас достаточно много уже сегодня зараженных и больных. Задача, значит, не паниковать, самоизолироваться, и, соответственно, значит, если нет температуры, то просто-напросто, значит, ждать врача, если температура есть, то скорая приедет значительно быстрее, ну и уже дальше потом будет работать с вами по соответствующему алгоритму. Ну, у нас уже порядка 7 тысяч детей находятся в районах республики, которые выехали с города Якутска. Всех их мы взяли, как мы и обещали, под медицинское профилактическое наблюдение. Ну и, соответственно, значит, отрабатываем все вопросы с этим связанным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!